Некоторая у нас была затянувшаяся пауза. Дело в том, что мы пытаемся наладить связь с Казахстаном через Zoom. Я думаю, что те, кто слушает внимательно и следят за эфиром «Болткома», обратили внимание, что Людмила Прибыльская на этой неделе отсутствовала. И как раз по уважительной причине в настоящее время находится в Казахстане. Потому что в Алматы проходит международная выставка транслогистика Казахстана. Это самая крупная выставка транспортно-логистических услуг и технологий в Центральной Азии. И вторая по значимости и посещаемости в странах СНГ и Прибалтики. Довольно присутственная делегация Латвии находится вместе с нашей коллегой сейчас в Алматы. И мы пытаемся с ними связаться. И по телефону, и по Zoom, и как угодно. Но что-то у нас не складывается. Мы, конечно же, не оставляем попыток. И ссылки обновляем. И постоянно переписываемся. Может быть, попробуем это сделать и по телефону. А может, мы можем выпустить сейчас просто через микрофончик, поставить на громкую связь вот то интервью, которое нам прислала Людмила Прибыльская. Давайте попробуем. А, вот у нас как раз что-то происходит. Что-то происходит сейчас в эфире. Да, мы добились своего. Сейчас проверим быстро. Звук. Алло, добрый день. Георгий, Людмила. Пока, по-моему, звука мы не получаем. Никак не может... Вот мы видим изображение, видим мы пока... Да, вот мы что-то слышим, появился звук. Да, Людмила. Мы вас теперь слышим, а вы нас слышите? Слышим, слышим. Замечательно. Доброе утро. Наконец-то сложилось. Итак, с нами на прямой связи прямо из Алматы. Людмила Прибыльская с Международной выставки транспорт и логистика. Ну, рассказывайте, коллега, что происходит? Кто рядом? Какая наша делегация? Чего добиваемся? Какие контракты миллиардные? Добрый день, коллеги. Привет вам из Алматы. Здесь большая выставка транспорта проходит. И она проходит впервые с начала фактически пандемии. В прошлом году этого форума не было. В этом году правительство Казахстана решило разрешить доступ в страну представителям транспортной отрасли, потому что действительно накопилось очень много вопросов, проблем, которые необходимо решать. И инициатором выезда нашей делегации на выставку был заместитель госсекретаря Убис Реймонис. Я перезвала Олегу Пеке его небольшое интервью. Я надеюсь, где-то в новостях вы сможете его использовать. Но вкратце он сказал, что состоялись уже встречи сегодня и вчера на межправительственном уровне. Будет проходить 3 ноября заседание межправительственной комиссии, которая будет рассматривать возможности расширения транспортного сообщения между фактически Латвией и Казахстаном, и не только Казахстаном, но и Китаем. Дело в том, что между Китаем и Казахстаном возникли какие-то нам здесь непонятные трудности, потому что не могут по прямой линии между Казахстаном и Китаем курсировать поезда. Стопились большие заторы на станциях пограничных. И вот буквально вчера было очень много запросов от казахстанских, узбекистанских компаний, которые уже готовы везти свои грузы из Китая кружным путем через Припалтику, в частности через порты Риги и других городов наших. Но прежде всего, конечно, Риги, потому что это самый крупный и удобный порт для контейнерного сообщения. Вот такие новости интересные. То есть Латвия может использовать это? Много запросов на перевозки сырьевых грузов из Казахстана в Европу. Ну, то есть, в принципе, выставки происходят очень активно. Но, что надо отметить, довольно мало частных компаний, ну, то есть практически представлены на этой выставке такие монстры, крупные холдинги, крупные компании, такие как ТРАС-контейнер, Объединенная транспортно-логистическая компания, казахстанская компания железных дорог, казахстанцы Миржуэй. Ну, конечно. Слышите меня? Да, мы всё слышим, слышим. О чём свидетельствует, что мало частников и много госсектора? Наверное, нас не слышно. Или нас слышно, то, что мы говорим? Людмила. Людмила, импровизируйте, импровизируйте. Эфир не терпит тишины и пауз. Говорите. Контейнерные грузы, многомиллиардные контракты. Я так понимаю, на этой непонятной ситуации Латвия может нехило заработать, но это же здорово, это же приятно. Людмила, вы с нами или вы не с нами? Такое впечатление, что где-то посередине сигнала всё-таки потерялся. Загадочная улыбка на лице Людмилы. Да, Людмила, потерялся, как и грузы из Китая в Казахстан. Они найдутся в Латвии, в Рижском, как раз в порту, я так понимаю, именно речь об этом идёт. И представительная организация от Латвии поехала на эту выставку. Напомню, наш представитель, коллега Людмила Прибыльская, находится в Алматы, где проходит 24-я международная выставка транспорт и логистика. Казалось бы, где мы, где Казахстан. А вот, это вторая по значимости и посещаемости в странах СНГ. И даже при Балтике выставка транспортно-логистических услуг и технологий. И присутствуя там, в общем-то, наши представители могут действительно договориться о доставке грузов в Латвию, через Латвию и так далее. А мы, вот, кстати, наблюдая за видеосигналом, поскольку видеосвязь у нас не прерывается, может быть, аутс-аудио какие-то помехи, Людмила просто прошлась по выставке и показала нам, вот мы могли видеть вместе с ней, ну, действительно, масштаб, то есть это такие размеры, ну, пожалуй, в общем-то, кипсала наша, может быть, если не больше. Где-нибудь там в уголочке потерялось бы. Да, но там, во всяком случае, даже была, вот мы проходили мимо стендов Латвии, видно, что Латвия тоже представлена специально большим стендом. Ну, опять же, одна из позитивных новостей заключается в том, что жизнь продолжается, несмотря на ограничения. И, опять же, Людмила упомянула, что впервые за полтора года правительство Казахстана пустило на свою территорию, во-первых, иностранцев, и выставка смогла состояться, наконец-то, в прошлом году, если я не ошибаюсь, как раз-таки из-за коронавируса ее пришлось отменить, как и многие выставки во всем мире в последний момент. Так что, тем более, хорошо, люди соскучились по живому человеческому общению. И хорошо, что у нас такая представительная достаточно делегация, которая представляет Латвию, и будем надеяться, что, как мы поняли, что идут переговоры, и вполне возможно, что это приведет к каким-то новым контрактам. Опять же, Людмила успела переслать нам интервью с заместителем госсекретаря Министерства сообщений, который, собственно, сорганизовал с латвийской со стороны наше присутствие на этой выставке. Информация будет доступна на портале MixNews.lv. И что-то мы вот слышим, каким-то фоном все-таки прорывается снова. Фоном что-то идет, но Людмила не слышит, к сожалению, нас, и поэтому активно участвовать в нашем триологии не может. Но кое-что успела рассказать. Ждем. Людмила, слышишь ты нас, не слышишь. Ждем возвращения. Я могу отвечать, да? Да, да. Она просто ждала, пока ты закончишь монолог. Я вас слышу сейчас. Да, я вас слышу и отвечаю. Да. Да, да, а мы ждем. Хорошо. Значит, Латвия... Никаких многомиллиардных контрактов пока не... Значит, по поводу государственных компаний, я с вами здесь слышу. Кошмарно, на самом деле, кошмарно. Собственный терминал в Риге. Но самое главное звучит. Многомиллиардные контракты. Контакты, государственный уровень. Запаздывает звук. Да, звук запаздывает. На самом деле очень запаздывает. Но, к сожалению, надо, наверное, прекращать этот сеанс связи. Ждем возвращения. И во всех подробностях тогда прямо в этой студии уже и поговорим, и подведем итоги этого визита. Пускай он будет удачным. Хорошо. Да, хорошо. Понятно, спасибо. Обязательно мы используем интервью зам госсекретаря Минсообщения. Спасибо, да, спасибо за это интервью. Будет что-то интересное, присылай, конечно же, все в дело пойдет. Все это интересно, что там происходит. Хорошего дня, удачи. Хорошего дня, удачи. До свидания. Ну что, мы тогда действительно сейчас ненадолго прервемся. И затем у нас еще один очень интересный культурный гость. Мы поговорим о фильме, который сейчас выходит на экраны такими интересными порциями. Это многосерийный фильм «Эмилия королева прессы». И дело в том, что эту картину показывают не только в специальной сети телевизионной, но и его можно посмотреть на большом экране. И как раз-таки создатели картины, конечно, очень бы хотели, чтобы этот фильм смогли оценить именно кинозрители. Понятно, что времена пандемийные, сложные ограничения, но, тем не менее, фильм очень красочный. Я посмотрел, я его посмотрел. Он как рапорционный выходит. Первая, вторая серия, третья, четвертая. И затем пятая, шестая. Вот он в трех частях выходит на экраны. И, в принципе, будет... Ну, как «Гарри Поттер», например, выходил, тоже фильмами отдельными. Но это все как бы один сюжет, связанный, посвященный Эмилии. Самой богатой женщине Латвии, которой принадлежал журнал «Атпута» и ряд газет. Ну, вот с режиссером мы поговорим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Радиоболтком.